Купить шубу и уехать в ней на новом автомобиле? Делай покупки до 26 декабря и сможешь выиграть путёвку в Таиланд и много других призов. Самый везучий получит новенький порт-фокус. Шуба-центр. 285-5866. Здравствуйте, на часах ровно 20.00. Это значит, что в прямом эфире новости ТВК. Меня зовут Захар Письменных и мы начинаем. И начинаем выпуск с новой информации об убийстве врача в Норильске. Преступник требовал у медиков лечения от болезни, от которой его давно уже вылечили. Об этом сегодня новостям ТВК рассказал министр здравоохранения Края Вадим Янин. Напомним, 28-летний житель Норильска застрелил из пистолета врача-венеролога прямо на приёме. Женщина 35 лет от полученных ранений скончалась в реанимации в день рождения своего сына. На врачей нападают, никто не убивает. Это редкость. Это редкость, тем более для такого учреждения, каким являлся Норильский кожно-венерологический диспансер. Ситуация в этом отношении была понятна. То есть человек, ранее переболевший давно острой гонореей, считал, что он болен. Несколько лет подряд приходил с затребованием, чтобы поставили диагноз. Его обследовали каждый раз. Он писал массу жалоб. У него уже были приводы и в полицию. То есть и в этот раз его осмотрели вместе с заведующей. Он остался ответом не удовлетворён, что он здоров. Побежал за оружием и убил нашего доктора. И подробнее про эту историю в Норильске, а также о том, когда достроят новый корпус БСМП. И что будет с зарплатами работников поликлиник. Смотрите в полной версии интервью с Вадимом Яниным завтра в 20.00 в воскресных новостях ТВК. Подсыпать дороги никто не торопится. В разных районах города тротуары превратились в самую настоящую полосу препятствий. Например, на улице Тельмана асфальт покрылся льдом и люди ходят по нему как по коктку. Как нам сообщили в диспетчерской службе 205, за день им поступило 7 жалоб на скользкие улицы из разных районов Красноярска. Однако, когда коммунальные службы займутся тротуарами, нам не пояснили. Пешеходы тем временем справляются как могут и передвигаются с особой осторожностью. Ну, конечно, опасно. И вообще, для пожилых уже, и вообще ногу подвернуть сейчас, это для молодых на каблуках, это все не пройдешь. Даже лучше по обочине идти. Уже, видите, мы катаемся с колясками, за коляской только держимся. Ну, что делать должно, чтобы было? Ну, посыпать, наверное. Ну, что делать? Очищать, посыпать. Мне удобно. Почему? Падаем. Вот и все. А тут нормально все. Один день гололеда, как неделя ДТП за минувшие сутки на территории Красноярского края сотрудниками ГИБДД зафиксировано 38 аварий. Эта цифра превышает среднестатистическую отметку больше, чем в 5 раз. Иной всему не только первый гололед, но и водители, которые вовремя не сменили резину или же не проверили изношенность протектора на зимних колесах. Так что в ГИБДД убедительно просят водители переобуть свои автомобили, особенно тех, кто выезжает на скоростные трассы и за пределы города. Красноярский край вошел в топ-10 регионов с самыми худшими дорогами в России. Рейтинг составили специалисты Межрегионального общественного центра за безопасность дорог. Самыми опасными и неблагоустроенными признали магистрали Татарского, Пермского и Алтарийского края. Наш регион занимает шестую строчку списка с конца. Самыми лучшими и удобными для автомобилистов признали дороги Тюменской и Томской областей, а также Республики Удмуртия. При составлении рейтинга учитывались население региона, протяженность дорог и размер автопарка, количество ДТП и число пострадавших и погибших в авариях. Отметим, по данным специалистов, в Красноярском крае с января по август этого года в ДТП погибли 119 человек, почти 2000 пострадали. Десятилетнего мальчика, что накануне не вернулся домой после школы, нашли. Я напомню, в минувшую пятницу он отправился на занятия в 32-ю школу, которая находится на Красной гвардии. После этого пропал. Его мать обратилась в группу поиск пропавших детей, где быстро сформировали группу волонтеров на поиски. В итоге нашли его в том же районе. По данным полиции, мальчик на учете не стоял, а не пришел домой, потому что заигрался. Однако, по мнению волонтеров, есть и другая причина. Свежий товар по низким ценам в одном месте в Красноярске открылся первый рынок, где продаются исключительно фермерские продукты из одного района. На торговых рядах можно найти мясную, рыбную, молочную продукцию от производителей Шарыповского района. По словам министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолия Цикалова, такой рынок – важный шаг для импортозамещения в нашем регионе. Это действительно некий такой флажок, некая вешка, ориентир, на который должны сейчас смотреть и пытаться то же самое сделать другие муниципалитеты с теми сельхозтоваропроизводителями, которые могут достойно конкурировать как с Шарыповским районом, так и с другими производителями за покупателя. Ну цены дешевле чисто домашнее мясо, сало, от своих производств. То есть везут с деревни, берем, солим, коптим тут сами уже, и все, и продаем чисто деревенское мясо, продукцию. Для сравнения, мясо на 50 рублей дешевле, чем на всех рынках. Кури, гуси, утки тоже дешевле, намного. Даже если там в центральном 600 рублей кролик, тут уже 500-450 можно купить. Нужны такие рынки побольше, ну чтобы продукция была деревенская, вкусная, натуральная. Рынок будет работать каждый день по адресу улицы 9 мая, 12. А вот в администрации президента на цены, видимо, внимания не обращают. В этом, по крайней мере, уверены интернет-пользователи. Сегодня они активно рассматривают каталог оловянных фигурок российских политиков. Он опубликован на сайте «Русский Витязь» среди солдатиков Владимир Путин в разных амплуа, Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров. Пользователи социальных сетей обсуждают не столько необычную подачу, сколько цены на такие произведения искусства. Стоимость статуэток варьируется от 95 до 755 тысяч рублей. Причем, как пишут на сайте компании, заказчик таких недешевых фигурок – администрация президента. И сделаны они в единственном экземпляре. Тем не менее, как пишет московский комсомолец, по словам директора студии, финансируют фигурки не как госзаказ, а через частных спонсоров. Решил все выяснить тет-а-тет. Рамзан Кадыров лично позвонил журналисту, чтобы обсудить с ним неприятный комментарий в социальной сети. Депутат городского округа Черноголовка в Московской области, журналист Борис Ичмаев, рассказал о неожиданном звонке главы Чеченской республики. Все произошло из-за записи под постом в социальной сети Инстаграм. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте поздравил Кадырова с рождением сына, на что Ичмаев ответил, цитата, «Какая мерзость, очень жаль, что вам приходится это делать», – об этом пишет новая газета. Уже ночью автору комментария пришло сообщение со страницы Рамзана Кадырова с текстом «Напиши номер». Журналист на это не отреагировал, но через несколько дней Кадыров сам вышел на Ичмаева. По словам последнего, разговор длился примерно 20 минут. Кадыров спросил, к чему комментарий был написан, и депутат объяснил, такие публичные политики, как Воробьев, должны соблюдать правила приличия. На это собеседник ответил, что дружит с губернатором уже 16 лет. Отметим, это не первый случай, когда Кадыров реагирует на критику в сети. Президент Федерации ММА России Федор Емельяненко раскритиковал детские бои в Грозном. После заявления бойца на него посыпались угроза от друзей и родственников главы Чечни. Во второй части выпуска расскажем, как можно помочь одиноким пенсионерке, которая ухаживает за ребенком-инвалидом. Не переключайте канал. Это новости ТВК, мы продолжаем выпуск. Это был токсичный газ. Речь идет о содержимом трех бочек, которые в августе этого года нашли вблизи Сосновоборска. Ответ о том, что же все-таки находилось в сосудах, помеченных изображением черепа с перекрещенными костями и датой 1991 год, получил депутат из Сосновоборска Алексей Байков. Напомним, бочки обнаружили местные жители, на место вызвали сотрудников МВД и МЧС. Один из специалистов предполагал, что в бочках может находиться ракетное топливо. Однако замеры радиационного фона показали, что он находится в пределах нормы. Как сообщают правоохранители, сейчас сосуды находятся в условиях, обеспечивающих безопасность жизни и здоровью населения. Приходится заставлять прокуратура, планируя через суд, потребовать у городской администрации взять на контроль виадук на улице Молокова. Сейчас за него никто не отвечает. Ранее в мэрии заявляли, что пешеходный мост построен с нарушениями правил и норм безопасности. Конструкция не предусматривает ни лифтов, ни подъемников, ни пандусов. И переводить его в муниципальную собственность якобы нет смысла. Также говорили о том, что при реконструкции улицы Молокова в районе дома номер 54, виадук, скорее всего, будет демонтирован. Отметим, о сносе объекта говорили еще в 2014 году. Напомню, надземный пешеходный переход строили для бывшего гипермаркета «Алпи». 10 тысяч за две недели. Именно столько средств перечислили на счет Татьяны Сидорова из Сухобузимского района. Напомним, ее историю мы рассказывали в начале месяца. Татьяна Ефимовна забрала из больницы прикованного к постели 24-летнего парня, потому что родные оказались не готовы его выхаживать после того, как он попал в ДТП. Сейчас молодой человек нуждается в реабилитации и в Москве готовы предоставить бесплатную медицинскую помощь, но нужны деньги на дорогу и проживание в столице. Это около 300 тысяч. Все из-за того, что добраться до места возможно только в специально оборудованном купе. У Романа был перелом шейного позвонка, а после травмы отказали руки и ноги. Вот, боюсь, что денег не соберут, что поездка сорвется у нас. Квота-то есть, нам-то квоту уже дали, нас поставили на квоту. Месяца полтора, говорит, вам надо подождать. Вот очередь, квотники же тоже на очереди стоят. А вот придет нам вызов, и все, и у нас денег-то нету. Ехать-то на чем мы поедем? Вы все еще можете помочь Татьяне Ефимовне и ее подопечному. Номер счета сейчас на ваших экранах. Ипотерапия для всех. Красноярские дети с ограниченными возможностями могут бесплатно пройти лечебный курс в конном клубе. Занятия по адаптивной верховой езде проходят в группах по четыре человека. С каждым ребенком работают по три инструктора. План у всех индивидуальный, разработанный иммунологом после тщательного исследования. Уникальность в том лошади, что биоэнергетика мышц лошади совпадает с биоэнергетикой мышц человека. Поэтому те мышцы, которые у ребенка, может быть, работают либо слабо, либо не работают, как у ребятишек очень часто с опорно-трофическими нарушениями, они начинают работать во время движения лошади. Это и упражнение на равновесие, работают все мышцы, те, которые даже, может быть, не работали. Это и мышцы спины, это мышцы живота, это ноги, руки, ну все работает практически. Очень сильно советовала бы совершенно всем. Это очень интересно. Организатором лечебной езды является Министерство социальной политики Красноярского края. В год конный клуб принимает до 300 юных посетителей. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства. Также узнать все о лечебных занятиях можно и на самом ипподроме по телефону 228 06 99. Скачки и бега до следующего года сегодня на Красноярском ипподроме закрыли сезон. Финальные соревнования прошли как в беговых заездах, так и в преодолении полосы препятствий. Этот сезон принес множество побед. Красноярские лошади выступали в Омске, Барнауле, Новосибирске и Абакане. Одной из них даже удалось взять кубок губернатора на главных соревнованиях Сибири, Большом Сибирском круге. К слову, боролись за награды наездники целыми семьями. У меня же помощник, вот сейчас дочь едет в заезде, на кобыле журга, которая рекордистка. Жена работает, сын помогает. В этом сезоне очень много двухлетних лошадей, молодых. То есть лошади в двухлетнем возрасте поступают на ипподром в тренинг. И вот эта молодая шпана подрастает, некоторые даже уже ставят рекорды для двухлеток. И уже в следующем сезоне будет очень интересно на них посмотреть, потому что они достигают трехлетнего возраста, становятся уже постарше. И вот тут уже настоящие бега начинаются. Сейчас рубрика «Юридическая консультация». Можно ли наказать водителя, который обрызгал вас грязью из лужи? И как оспорить штраф, выписанный системой фото и видеофиксации? Ответы прямо сейчас. Адвокат Дмитрий Савинский уверен, привлечь к ответственности за оскорбления в социальных сетях или личных сообщениях вполне возможно. Для этого необходимо собрать доказательства таковых действий со стороны обидчика. В данном случае доказательством оскорбления будет служить протокол осмотра сайта, который может произвести нотариус и зафиксировать все содержимое интернет-страницы. Однако, кроме этого, необходимо установить личность обидчика, поскольку зачастую пользователи интернета пишут под никами, а не собственными именами. Получив протокол осмотра сайта, заверенный нотариусом, нужно обратиться в отдел полиции с заявлением о привлечении лица к ответственности за оскорбление или клевету. В полиции будет проведена проверка, в результате которой с высокой долей вероятности будет установлено лицо, причинившее оскорбление. Нужно также помнить, что оскорбление не является уголовно наказуемым деянием, а образует состав административного правонарушения, в то время как клевета является преступлением, и за нее вполне может наступить уголовная ответственность. Однако, в любом случае, подтвержденный факт оскорбления или клеветы позволяет пострадавшему обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и потребовать компенсации. Можно ли оспорить штраф, выписанный системой фото- или видеофиксации? Обжалование постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение зафиксированной автоматической камерой имеет особенность. В данном случае не действует презумпция невиновности, и водителю придется самому доказывать, что он не совершал правонарушение. Наилучшим доказательством, по мнению адвоката, будет являться возможность подтвердить, что в момент правонарушения автомобиль не находился под управлением привлекаемого к ответственности лица. Например, в полис ОСАГО вписано несколько водителей, что рождает обоснованные сомнения в том, кто управлял автомобилем. Кроме того, следует обратить внимание на совпадение номерных знаков. Нередки случаи, когда камера видеофиксации указывает скорость автомобиля, которую он не может развивать. Таким образом, необходимо тщательно изучить протокол и приложенный к нему снимок с камеры, чтобы выработать позицию защиты. Можно ли наказать водителя, который обрызгал тебе грязью из лужи? Теоретически привлечь к ответственности водителя, облившего из лужи пешехода, возможно, считает адвокат Савинский. Вместе с тем, необходимо понимать, что в большинстве случаев это происходит ненамеренно, в результате плохого состояния дорожного полотна или объезда препятствия. Однако, бывают и случаи намеренного обливания грязью пешеходов, что образует состав административного правонарушения мелкого хулиганства. В этом случае необходимо запомнить номер автомобиля, желательно установить свидетелей произошедшего, которые смогут подтвердить противоправное поведение лихача. После этого обратиться в ГИБДД, где смогут установить личность виновника. Далее следует обратиться в суд, где можно потребовать компенсации, например, за химчистку вещей. Сейчас небольшая реклама, а после проект кинохроники Красноярья. Не переключайте канал. Это новости ТВК. Мы продолжаем выпуск, где филе в мясе, картоне и даже утеплителе в выставочном центре Сибири в рамках IT-фестиваля прошел конкурс на самый лучший косплей. Это когда обычные люди переодеваются в любимых героев из книг, сериалов или компьютерных игр. Проявить себя на сцене мог любой желающий. Всего приняло участие порядка 30 человек. Самым маленьким персонажем было всего лишь по 12 лет, тогда как старшим уже за 30. В нашем городе такой конкурс проходит уже второй год, так что участники готовились к нему заранее. Этот костюм я сшила в течение почти трех месяцев. И так как у меня нет машинки, швейной, это все вручную приходилось сшивать. На самом деле это секрет, но я уже всем рассказала. Это наше домашнее одеяло, с которым пришлось попрощаться. То есть нечем было набивать и набивали одеяло. Это хобби. Некоторые собирают монеты, некоторые клеят модельки самолетиков, а некоторые наряжаются персонажей. Я же не хожу по улицам, просто так. На улице я обычный человек. А на мероприятии я надеваю костюм и мне нравится дарить людям радость. Что обсуждали в интернете на прошедшей неделе, об этом в нашей постоянной рубрике «Интернет-обзор» прямо сейчас. На этой неделе интернет поразила новость о нападении на несовершеннолетнюю дочь неоднократного чемпиона мира в тяжелом весе Федора Емельяненко. Девочку избили мужчины, когда она возвращалась из московской школы. Неизвестные ударили ее в грудь так, чтобы не осталось следов, но с расчетом повредить внутренние органы. Отмечу, по времени инцидент совпал с конфликтом вокруг детских боев Грозно. Тогда Федор Емельяненко раскритиковал проведение турнира ММА с участием мальчиков. Ведь этим до 12 лет выходить на ринг запрещено. Возмущение Емельяненко также вызвал тот факт, что за боями наблюдал президент Чечни Рамзан Кадыров. Кстати, в турнире принимали участие трое его сыновей. После этого депутат Госдумы и двоюродный брат Кадырова призвал 40-летнего бойца, цитирую, ответить за свои слова. Позднее глава пресс-службы бойцовского клуба «Ахмат», который организовывал детский турнир, прокомментировал сообщение о нападении на дочь Емельяненко. Не думаю, что кто-то из сеченцев это сделал. Конфликт уже улажен, и сейчас в сети появляются попытки нагнетать ситуацию. Думаю, это попытка провокации. Ни один мужчина, ни один чеченец, поверьте, никогда в жизни не поднимет руку на ребенка. Также он добавил, что многим людям сейчас не нравится, цитирую, что в Чечне все хорошо. Крупнейшая парусная яхта, построенная для российского олигарха Андрея Мельниченко, за своих габаритов не может выйти из Балтийского моря. Выходу судна высотой 100 метров мешает мост между Швецией и Данией, не предназначенный для прохода габаритных судов. Также яхта за 400 миллионов евро слишком большая для входного пути вдоль побережья. Сможет ли мегаяхта выйти в Атлантический океан, пока не ясно. А вот чем занимается Андрей Мельниченко, известно хорошо. Он владеет красноярской компанией СГК, которые в свою очередь принадлежат ТЭС Красноярска. Кроме того, олигарх является владельцем жилфонда и угольной компании СУЭК. Чудесное приземление самолета попало на видео. Пассажирский Boeing 737 испанской авиакомпании едва не потерпел крушения при посадке в Пражском аэропорту. При первой попытке приземлиться лайнеру помешал сильный боковой ветер. Из-за него самолет буквально ударил о землю. Однако пилотам удалось снова поднять его в воздух и после второй попытки успешно посадить лайнер на землю. При этом никто из пассажиров не пострадал. Больше интересных новостей читайте на сайте tvk6.ru Сегодня в проекте Натальи Кечиной кинохроники Красноярия о том, чем жил город в 1986 году. Год назад, в 1985-м, Михаил Горбачев, по сути, объявил о начале перестройки. И в фильмах тех времен стали рассказывать не только о достижениях, но и об изъянах в производстве. Город становится все больше. Город-труженик и город для людей. Он работает на благо страны и для всех нас. Мы в нем живем и хотим жить все лучше. Только номенклатурные торговые работники, те, у кого был так называемый блат, могли позволить себе чешскую мебель. Практически все квартиры 80-е украшали вот такие стенки и кухонные гарнитуры производства предприятия «Красноярская мебель». А больше выбирать-то было, собственно, не с чего. Да и эти стенки надо было еще достать. Правда, после недолгой эксплуатации оказывалось, что качество всей этой красоты оставляет желать лучшего. Мягко говоря. Откройте же глаза и взгляните на свою продукцию честно и принципиально. И сделайте решительные выводы. Как об альтернативе авторы фильма рассказали о молодом конструкторе Иване Чижикове, который еще в студенчестве спроектировал складывающие компактные образцы мебели для общежитий и соорудил с друзьями из очень дешевого сырья. Судя по всему, творчество Ивана Чижикова так и не было оценено до сих пор. «Вы всегда ли довольны качеством хлеба?» «Я недовольна, потому что хлеб всегда, почти что, всегда плохой, как сбитень». «Вчера был хороший хлеб, а в основном, в большинстве черствый и сырой». Конечно, не хлебом единым, но и хлебом-то в 86-м красноярцы были недовольны. Тот хлеб, который поставлял магазин и второй хлебодзавод и невкусные черствые булки косые и кривые. И специалисты утверждают, что качество во многом зависит от муки. Так вот, если мука привезена была из Перми или Кургана, качество наверняка было хорошее. А если помол красноярский, то полное безобразие. «Хлеб – это работа очень трудная, очень требует большого внимания хлеба. И с ним нужно работать, с любовью относиться к хлебу, а он нам дорого достается». Наталья Кичина, Новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова